привет дорогие друзья сегодня в обзоре не побоюсь этого слова прицеп с выдающимся дизайном это пожалуй самый любимый прицеп который выпускает завод адриан этой модели много лет я думаю что даже больше десяти это точно она постоянно обновляется добавляются новые фишки ставится новое оборудование но по-прежнему это компактный очаровательный и легкий прицеп для путешествий прицеп построен на шасси алка это алюминиевая платформа она не гниет ничего с ней не происходит и важно что здесь улучшенное прицепное устройство которое компенсирует раскачку во время движения двигаться с ним я так скажу вам по секрету можно довольно таки быстро значит здесь ничего не открывается здесь нету привычного нам отсека для газовых баллонов для запасного колеса нет это просто пластиковая накладка есть рукояточки за которой мы двигаем чтобы прицеп поставить на стоянку и спереди очень крутое панорамное окно но обязательно прям вот чтобы оценить как это все смотрится мы с вами зайдем вовнутрь но есть еще небольшая форточка который можно так вот в повседневном режиме открывать чтобы проветривать а если совсем жарко можно открыть и большое панорамное окно но действительно выдающиеся такого окна нету даже на прицепах adria adora вот этим и отличается экшен от остального модельного ряда прицепов adria ну что смотрите здесь у нас много всяких лючков это багажный но я вам наверное покажу его лучше изнутри но давайте заглянем здесь находится запасное колесо там дальше цистерна с чистой водой и набор ключей для замены колеса и для того чтобы установить прицеп на стоянке вывернув стояночные ноги так называемые закрываем то есть сюда можно еще что-то положить но там действительно уже и колясь колесо запасной лежит и какие-то вещи сюда мы подключаем прицеп в 220 вольт а сюда заправляем как я сказал ну где-то 45 литров воды здесь помещается ну я повторюсь что прицепов европейские они предназначены все-таки для отдыха в кемпингах поэтому на стоянке сюда нужно подключать воду там под задним с весом находится сток куда сливается вода с умывальника с душа с рукомойника значит дальше отсек для газового баллона он здесь один все здесь проветривается есть редуктор но если захотите использовать прицеп вернее газовое оборудование в движении то надо будет ставить редуктор с краш сенсором хотя прицеп в движении топить не обязательно но если вы захотите зимой его эксплуатировать то датчик удара лучше поставить конечно туалетный лючок здесь все по классике но есть одна особенная фишка вода для слива биотуалета заправляется в отдельный резервуар он здесь вот находится прямо в туалетной кассете рядом с ней то есть это вот такая своеобразная модель биотуалетом но чтобы воду не тянуть оттуда и и так там немного вот поэтому заправляем воду здесь все в задней части тоже ничего не открывается здесь у нас окно кухни и две рукоятки чтобы маневрировать прицепом на стоянке пойдемте смотреть внутрь входная дверь как часто бывает у караванов имеет две секции но в данном случае у нас не будет вот этой половинчатой сетки как вот часто бывает в авивах там нижняя половинка закрывается а верхняя на анти москитную сетку нет здесь сетка будет большая на всю дверь вот такая ведерко для мусора или для чего вы хотите как хотите так используйте кто-то допустим тапочки любит сюда складывать потому что здесь их допустим некуда поставить на входе все взяли тапочки разулись вот здесь до возле входа и по ступеньке зашли внутрь значит кстати в комплектации идет ступенькам чтобы заходить было легче просто поленился не стала доставать ну что ж пойдемте внутрь вот там вот самое интересное нас ждет воля на входе располагается кухонный модуль плита вам давно знакома доме тик 3 комфорки мойка закрывается на крышку если не нужно много ящиков очень много ящиков больше чем ящиков для вещей я так полагаю что можно даже использовать часть вот этих пространств для каких-то предметов которые допустим не относится даже к кухне потому что здесь смотрите большой шкаф сюда в принципе помог поместится все кастрюли все сковородки всякие столовые приборы тем более кухонный именно ящик под вилки-ложки находится вообще вот здесь почему-то удобно сидишь за столом кушаешь что-нибудь тебе не хватило какого-нибудь прибора будь то вилки или ножа протянул руку и достала значит кухонный модуль шикарен мне кажется он тут занимаете занимает довольно таки много места вот поэтому готовить и кушать здесь в этом прицепе будет вам очень комфортно есть свет если готовить это нужно конечно же открывать окошко вот он очень оригинальной формы по моему специально для этой модели прицепа сделали это окно друзьям тоже закрывается на антимоскитную сетку и на шторку если нужно затемнить это пространство все с кухней мы с вами разобрались здесь такой гостиный уголок кронштейн под телевизор уже установлен осталось выбрать подходящую по размеру панель здесь мне кажется прекрасное место для того чтобы повесить какую-нибудь картину знаете сверху вниз мы с вами сейчас посмотрим оборудование а первая фишка этого прицепа то что он может греться и от 220 вольт и у него еще есть теплые полы то есть мы сюда поставили вообще все что можно было заводе заказать то есть он будет работать у вас круглый год и не зависит от газа который вот как-то привычно заканчивается самый такой неудобный момент вот и тем более баллон то один всего лишь поэтому в кемпинге приезжаем подключаемся к розетке 220 вольт включаем обогрева 220 включаем теплый пол здесь на кнопку и все от газа вы не зависите значит дальше идет кнопка включения обогрева воды от 220 вольт и дальше разводка под антенну находится надо же подключать и 220 вольт здесь тоже полки для личных вещей пожалуйста есть колоночка встроенная динамик может так называть и вуаля спрятался усилитель медиа контроль на так называемый я называю это встроенная bluetooth колонка сюда можно либо через кабель aux либо по bluetooth подключить свой мобильный телефон и звук у вас будет идти на колонке ну как-нибудь вам продемонстрирую просто сейчас прицеп не подключен и аккумулятор здесь не стоит сразу же внизу вам показывают отопитель на нем бром белым по черному написано ультра хит 230 вольт вот и есть еще раздувка друзья тепло идет не только от этого камина вот сюда в это пространство а еще и с помощью вентилятора и трубопроводов распределяется по всему прицепу то есть проходит под спальни места и доходит аж до туалетной комнаты везде будет теплом вы спросите куда повесить одежду а я вам покажу этот гардероб здесь есть планка для того чтобы повесить вешалки все вот эти полки отсюда могут убираться то есть вы это пространство можете использовать по своему усмотрению хотите полки ставится полки хотите гардероб убираете их там внизу белая коробка это сетевой фильтр для подключения к внешнему питанию 220 в кемпинге а над этой тумбой у нас располагается холодильник мы собственно завершает кухонную часть морозилка работает он в ручном режиме то есть не переключается между 220 12 как часто в автодомах здесь надо вручную включать либо от газа либо от электричества 12 вольт либо от 220 вольт но проверенный временем холодильник от dometic морозит отлично ну что ж друзья перед тем как вам показать гостиную и все рундуки покажу вам санузел очень интересное пространство которое мы видим уже на лет 10 это так называемая так называемый модуль ergo bath то есть эргономичная туалетная комната здесь у нас три в одном туалет умывальник и душ все в компактном таком модуле тем не менее ящики для умывальных принадлежностей очень глубокие благодаря вот как раз выпуклой форме задней стенки друзья проходите давайте посмотрим поближе гостиная классная сказать ничего смотрите раз два три четыре пять шесть ну человек семь здесь сядут и повеселяться посмотрим телевизор радио может быть послушать поиграет картишки не знаю может что-то поставить на стол ну как чтобы это было происходило все веселее какой-нибудь сосуд и тут мне кажется друзья вот как раз то сердце этого прицепа потому что часто в караванах ну сидеть особо негде одна небольшая столовая группа я говорю про компактные караваны а здесь друзья как раз п-образная гостиная которая позволяет вам пригласить гостей но не позволит им остаться на ночь вот наверное такой у меня вывод про этот прицеп ну как я и говорил все окна закрываются на антимоскитные сетки и шторки то есть лишние глаза вас беспокоить не буду друзьям стол опускается вниз и здесь оборудуется большое спальное пространство на мне кажется ну на троих человек по схеме но если захотеть мне кажется можно здесь лечь и раз два три четвером четвером можно лечь если у вас дружная семья как-то вы там можете перетасоваться между собой и не мешать если это громко не храпит то пожалуйста спите дружно в этом пространстве друзьям очень важный момент опять который касается комплектации я вам сейчас покажу здесь под этим рундуком располагается очень много важного оборудования давайте посмотрим значит слева направо буду перечислять есть подкатная бочка так называемая roll tank мы подставляем под прицеп и туда скапливаются сточные воды далее ступенька про которую я вам говорил что я вам поленился ее доставать и вот запрыгивал так прицеп вот она здесь есть комплектации дальше не могу достать это ящик под аккумулятор сюда ставим батарею подключаем ее уже готовым клеммом все у вас прицеп работает автономно ничего не придумать не нужно но единственное что я бы сделал сразу это поставил бы солнечные панели ну хотя бы одну что будет в такой летний жаркий день накапливать электричество от солнца дальше цилиндр белого цвета это обогреватель трума терм про который он говорил включается он там находится здесь греет вам воду и через него также проходит рукав с теплым воздухом который также будет прогревать воду от основного отопления то есть может и просто от газа греется вода и от электричества 220 зависимости от того что у вас данный момент работает есть блок с предохранителями синего цвета от немецкого производителя shout пожалуйста если что-то не работает сможем здесь этот быстренько устранить поменять кому приходить или и устройство которое трансформирует 0 попросту говоря трансформатор 220 в 12 вольт то есть аккумуляторная батарея по идее но надо это проверить должна заряжаться тот момент когда вы подключаетесь к 220 вольт на стоянке в кемпинге вот такой у нас интересный рундучок по правому борту но это еще не все друзья тут помимо всего прочего есть еще очень приятная опция это подголовник который трансформируется мы можем кто-то один лечь и с помощью этого этой подвижной консоли на скотче было прикреплено ну как-то отдохнуть днем почитать книжку и полюбоваться звездами через панорамное окно то есть и с этой стороны и с той стороны есть такие регулируемые подголовники то есть два человека могут вот таким образом очень комфортно отдохнуть ну какой-то момент может после обеда либо просто там поплавав в море море сколько сил отнимает помните вот этой стороны все то же самое но я вам покажу значит и другую сторону этого прицепа здесь у нас тоже рундук которым располагается запас воды есть пространство для какого-то багажа его немножко здесь осталось но она все-таки есть но тем не менее вода в наличии запасное колесо это очень важный момент в путешествиях тоже в комплектации есть принципе друзья вот и все я вам про этот прицеп все рассказал комплектация хорошая напомню обогрев от газа и от 220 теплый пол горячая вода газовое отопление горячее водоснабжение все есть друзья bluetooth колонка холодильник душ туалет умывальник полноценная кухня совсем необходимым принципе все что требуется для отдыха все в наличии друзья осталось только приехать вам лично посмотреть зайти как бы освоится ну и конечно же полюбить этот дизайн так как полюбил его я на мой взгляд очень классный стильный и функциональный прицеп конечно целевая аудитория это не семьи а уже взрослые люди у которых дети давно выросли и они готовы подарить себе вот такую интересную игрушку путешествовать на ней кататься и на мой взгляд возможно делать это даже круглый год с такими опциями которые мы здесь увидели друзья до категория и скорее всего пригодится прицеп со всеми этими опциями весить 1300 килограмм ну что ж если остались вопросы задавайте их в комментариях ссылка на цену и подробное описание под видео меня зовут александр епифанцев это канал яхты на колесах у нас все время вас ждут интересные обзоры автодомов в прокат или на продажу поэтому подписывайтесь и не пропускайте новые видео пока